Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео записано для библейского интернет-портала экзегет.ру. Я священник Андрей Лоргус, и я продолжаю беседы о праотце нашем Моисее. И сегодня мы говорим о самом центральном событии, про которое знает весь мир. Заповеди, которые Бог дает Моисею на горе Синай. Это 19 и 20 главы книги «Исход». Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву, и возвестись о нам Израилевым». «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Сам Господь сравнивает свое отношение к народу израильскому как заботливую орлицу, которая может, никто не знает, возможно ли это реально, может нести своих птенцов на орлиных крыльях, то есть это заботливая мать. И как заботливый отец он привел к себе на священную гору весь народ и велел стоять им там внизу. И вот Господь присутствует здесь перед народом. Молния, дым, облако покрывают гору, совершается что-то необыкновенное, трагическое, величественное. Народ трепещет и в ужасе стоит, и не переходит ту черту, которую положил Господь перед святой горой Синай. И Моисей поднимается на эту гору, и Господь говорит с Моисеем и дает ему те самые десять заповедей, которые, по сути дела, сегодня признаны во всем мире. Часто их называют общечеловеческими заповедями, иногда их называют священными заповедями еврейского народа, но во всяком случае их знают, и никто их пока не оспорил. И нет такого учения, нет такой философии или религии, которая бы оспорила именно эти десять Моисеевых заповедей. И вот они. Это глава двадцатая книги «Исход». Изрек Бог все слова сии, говоря, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой — суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой. Ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его. Ничего, что у ближнего твоего. Вот эти самые знаменитые десять заповедей или, как иногда говорят, десятословия. Деколог. Десять. Первая заповедь — это заповедь о Боге. Я, Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Это заповедь строгого, по сути дела, абсолютного монотеизма. Бог один, другого Бога быть не может, и богов других быть не может. Не делай себе кумира. Это заповедь уже о религии, о той жизни, которую может выстроить человек на земле, может выстроить в своей семье, в своем роде по отношению к Богу. Религия. Так вот, в этой религии не должно быть никаких идолов, никаких кумиров, никаких изображений чего-либо. Вы знаете, что изображений этих очень много всяких было. Это были изображения фантастических существ, это были изображения реальных существ, животных, птиц, людей, полулюдей, людей-полубогов и так далее, и так далее. Вот все это было отвратительно для деколога, для Бога, и Бог строго-настрого запрещает что-либо делать подобное. Поэтому у еврейского народа, по сути дела, и до сего дня запретны любые изображения, любые религиозные изображения. Это как раз и есть вторая заповедь. Не сотвори себе кумир. Не поклоняйся им и не служи им. То есть никаких ритуалов, никаких суеверий, никаких расчетов, никаких посланий, никаких карт и всего прочего быть не может. Эта третья заповедь, она и к нам имеет прямое отношение, потому что она обличает любую астрологию, любую нумерологию, любые карты, судьбы и так далее, и так далее. Все это строго-настрого запрещено этой самой заповедью. Не поклоняться и не служить. Далее. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. К сожалению, в нашем народе существует вот это вот обиходное произнесение «Господи». Что бы ни было, мы вдруг восклицаем «Господи, Господи». Или это можно заменить, по сути дела, такими междометиями, как «Ой», «Ай», «Мама», «Папа» и так далее. Вот это негожа. Это как раз и есть произнесение имени в суе. Имя Господа священно. Все священное не может быть в суе, в суете, в выбывательском слое нашей жизни. Это не бытовой язык. Это язык священный. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Это четвертая заповедь, которая очень важна. Обратите внимание, что отношение к порядку дней в седмице встроено в самые возвышенные заповеди, в деколог. То есть духовный закон размечает нам карту жизни. Вот эта карта, которую мы называем «неделя» или по-славянски «седмица», завершается днем субботним. И это не просто пожелание не работать, ничего не делать в день субботний, а это заповедь, это, по сути дела, наивысший религиозный закон – отдыхать, почивать вместе с Господом Богом твоим. Для нас, для христиан, это, конечно же, день воскресный, но заповедь никто не отменял. Перенесенная на «неделю» по-славянски или на «воскресенье» по-русски, перенесенная суббота для нас так же священно, как для евреев суббот. И ничего не делать – праздновать вместе с Господом, почивать, отдыхать, проводить это время в церкви и дома с семьей. Вот и все. И это очень важно. Хочу обратить ваше внимание, что первые четыре заповеди, которые я сейчас разобрал, они обычно изображаются на первой скрижале. На второй скрижале другие шесть, которые имеют отношение к земной жизни человека. То есть первые четыре заповеди о Боге – это одна скрижаль. Первая – ее обычно изображают по отношению к смотрящему слева. И вторая скрижаль, на которой изображаются либо римскими цифрами, либо еврейскими буквами начальных стихов Торы заповеди о поведении человека. И вот пятая заповедь, может быть, наиболее известная из всех – это «Почитай отца и матерь твою». И при этом мотивация исполнения этой заповеди очень характерна. Обратите внимание, чтобы продлились дни твои на земле. Это 12 стих 20 главы. «Почитай отца и матерь твою, чтобы продлились дни свои на земле». Не потому, что так положено, а потому, что ты получаешь долголетие благодаря этому. Ну, нету сейчас времени разобрать подробно эту заповедь, касающуюся очень важных для нас семейно-родовых отношений, детско-родительских отношений. Но очень важно, я скажу только одну маленькую деталь. Что такое почитание? Очень часто почитание путают с подчинением и с послушанием. Послушание и подчинение не имеют отношения к исполнению заповеди, потому что почитание – это признание родителей, родителями отца и матери, признание всех своих родственников старших своими родственниками, принятие их как своих родственников, принятие в свое сердце, забота, любовь и прочее. А также уважение и благодарность. А в заповедь входит только почитание, но не входит подчинение, не входит послушание, не входит зависимость, а почитание. И даже не входит любовь, а входит именно почитание, уважение, благодарность, признание и принятие. Да, разумеется, в этой заповеди есть и забота, но здесь о ней ничего не говорится. Дальше, в дальнейшем разъяснении Моисея мы встречаем конкретное указание того, как лучше всего заботиться о стариках, о своих родителей, о своих предках. Но здесь очень лаконично почитание. Чтить — это значит воздавать честь, уважение, ну и, конечно, благодарность. Шестая заповедь — не убивай. Седьмая — не прелюбодействуй. Восьмая — не кради. Девятая — не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И десятое — не желай дома ближнего твоего, жены, раба, рабыни, вола, осла и любого имущества. И эти заповеди уже как-то понятны нам. Они реализованы в нашем сегодняшнем законодательстве почти во всех странах, ну и, прежде всего, в странах аврамических религий и христианском, прежде всего. Это самое центральное событие, которое происходит с народом израильским на горе Синай. И вот это сорокалетнее путешествие по пустыне, в центре его стоит утверждение синайского законодательства, как его еще называют. А именно, когда Господь дал Моисею для всего народа, для строгого исполнения, десять заповедей. По сути дела, история еврейского народа часто делится на две половины — до синайского законодательства и после. Есть еще одно очень важное событие — это строительство скинии, которое тоже было построено волей Божией через Моисея и устроено было очень точно, четко, не допускающим никакого постороннего толкования. Это тоже очень важный момент. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, чем в конце концов завершилось длительное общение Моисея с Богом. Мы уже говорили с вами о том, что Моисей был по любым человеческим меркам старец, мудрец. Ему было больше 80 лет, уже почти 82 года было, когда Господь возвел его на гору. По воле Божией Моисей восходит на эту гору Синай несколько раз. И вот однажды, когда он получает скрижа Лизавета, он пребывает в этом облаке один наедине с Богом 40 дней. И в конце этого периода, в конце этих 40 дней, Моисей обращается к Богу вот с такой просьбой. Это 33 глава книги «Исход», в которой происходит великая тайна, великая тайна Бога общения. Вот как это было. Моисей говорит Богу, что я хочу видеть. Ты сказал мне имя, но я хочу видеть и славу твою. Я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение, отвечает Бог Моисею в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, Моисей отвечает Богу, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и по мысли, что люди твои и народ твой. И Господь сказал Моисею, да, я сам пойду перед тобой, веду тебя в покой. Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя иеговы перед тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Но, имей в виду, говорит Господь, лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенье скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет, видимо, тебе. Для учения монотеизма, которое мы с вами исповедуем, как христиане, это очень важно, Бог невидим, Бог отделен от человеческого естества, даже естества умного, духовного естества, то есть нашего мышления, нашего сознания, нашего созерцания, бесконечную бездную. Бог не может быть постижим ни нашими глазами телесными, ни нашими глазами духовными. Мы этого видеть не можем по естеству. Бог может открыть себя человеку в разных образах, что Господь многократно и делает. Но видеть само лицо Бога даже Моисей не мог. Но ради того, что я вижу твою любовь и твою веру, говорит Господь Моисею, я покажу тебе только лишь славу свою. Я тебя прикрою от своего огня, потому что если я посмотрю на тебя, а ты посмотришь на меня, ты сгоришь. Ты жить больше не сможешь. Прикосновение к божественной славе невозможно, потому что ты просто перестанешь существовать как человек. Испаришься. Но я хочу, чтобы ты жил и служил людям. Поэтому я прикрою тебя. Я снизойду так, чтобы ты остался жив. Я тебя сберегу. Я тебя пощажу. Я покажусь тебе, но только так, чтобы ты не пострадал. А я знаю, как это нужно сделать, говорит Господь. Вот здесь ты будешь стоять, на этой скале. И когда нужно, я поставлю тебя в расселение скалы, то есть закрою тебя камнями. И я накрою тебя рукой моею, доколе не пройду. А когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно тебе. Здесь великая тайна для человеков, для нас с вами, великая тайна, постижение Бога. Бог открывает себя Моисею. Одному Моисею. Но открывает так, что тайна все равно становится тайной. Может быть, для человеческого духа, дерзающего и любящего Бога, это такая трагедия. Человек через эти стихи понимает, что подлинно, своими сестом недуховным, нетелесным, Бога никогда не увидит. И мы знаем из Священного Писания, Бога никто же нигде видел из слов Иоанна Богослова. Только сын, который есть в недрах отца. И это великая трагедия для нас. Мы не можем видеть своего Бога таким, каким Он есть на самом деле. Между им и нами бездна. Он нетварный и вездесущий, совершенный. И мы сотворенные им, относительные, тварные, ограниченные, смертные в физическом смысле. Мы не можем по естеству быть друг с другом лицом к лицу. Но через откровение Бога нам в разных образах можем. И, собственно говоря, Священное Писание, которое мы с вами читаем, это как раз и есть то самое явление Богу нам. Но та встреча на горе Синай, Моисея и Бога, она, с одной стороны, удивительная, уникальная и неповторимое явление, а с другой стороны, точное указание. Ближе не будет. И вот Моисей после этой встречи остался жив. И он спускается с горы, он спускается к народу, но он еще не знает, что после этой встречи его лицо светится. При сошествии с горы, читаем мы в 34 главе книги «Исход», Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И он покрывал лицо свое покрывалом, чтобы не ослеплять людей, которые приходили к нему. И он снимал покрывало, когда молился и приносил Богу жертвы, и когда приходили сыны Израилевы, то он покрывал свое лицо и говорил тогда с ними, чтобы они могли с ним говорить. И до конца жизни Моисей обладал этим удивительным сиянием. И это сияние было последствием встречи не с самим Богом по естеству, а славы. Что такое слава? Очень часто мы встречаем и в Священном Писании, и в Священном Предании слава, но это термин многозначный. Иногда это целое полчища ангелов, лик, множество ангелов, слава, вот как это, например, в Евангелии от Иоанна, когда пастухи встречают в ночь Рождества ангелов, там слава Божия, а иногда это свет Божий, это как раз сияние Божества, слава, энергия, то, что потом Палама назовет нетварным светом. И так закончилась эта многодневная, даже в течение нескольких месяцев, очень важная часть жизни Моисея, в которой он становится не просто вождем народа, он становится, по сути дела, пророком, первосвященником, устроителем закона, законодателем, но становится еще и устроителем скини, первого еврейского храма, выстроенного по полному, четкому, однозначному завету Бога. Так выстраивается новая история Израиля. Теперь у них есть свой закон, теперь у них есть свое учение, теперь у них есть свой храм, и в нем есть ковчег завета, в котором хранится манна, в котором хранятся скрижали завета. Теперь у евреев есть священная иерархия, есть священники, Моисей и Аарон, и потом другие, кого посвящает Моисей. Теперь народ израильский обладает теми уникальными, историческими, священными, божественными реликвиями и богатством, которые несет с собой. Теперь этот народ готов войти в землю обетованную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова